Я знаю, зачем мы тут собираемся. То есть, зачем я прихожу на эти лекции, я уже давно понял. Чтобы в концентрированном виде увидеть умных, образованных, любознательных людей, и немножко душой отдохнуть. Ну а вы тоже ведь не только за новостями научными. Вы тоже приходите, чтобы ощутить какой-то вот клуб симпатичных людей. Правда же? Это главное. А для этого мы и собираемся. Почему о Луне? Я редко бываю в Питере, и каждый раз думаю над темой, которая должна быть актуальной. И вроде бы Луна не очень актуальная тема, правда? Когда-то она в 60-е была топовой, потом более интересным стали исследования Марса, потом Венеры, потом снова Марса, а Луна как-то ушла на второй план. Но я подумал, что вот сейчас она опять актуальна, надо о ней поговорить, потому что в ближайшие несколько лет будет повальная. Если вы посмотрите в интернете, в википедии англоязычной, планы полетов на Луну ближайших, вы увидите, я просто был удивлен, в конце нынешнего года будет несколько полетов, и в 24-м вообще все страны, которые умеют, не умеют что-нибудь запускать, они полетят на Луну. Я не знаю, почему вдруг вот такой повальный интерес к Луне, может быть, это действительно второе восхождение. И оно как-то определяется тем, вот как вы думаете, почему я разделил этот экран пополам и в левой половине карту Антарктиды нарисовал? Какое она имеет отношение к Луне? Так же редко исследуется. У нас тоже два раза ходили. Да, ну не то, что совсем два раза, да. История любой такой отчаянной географической экспедиции, да, она делится всегда на два этапа. Первый этап – прийти, воткнуть флаг, желательно не погибнуть, вернуться обратно, а иногда и погибнуть. В 1912 году впервые пришли вот сюда, на Южный полюс. Прошу прощения, я из кадра убегу, но только один раз, вот сюда. Воткнули флаг, вернулись, не все вернулись, половина экспедиции пропала. Эспедиция Скотта. И потом на полвека прекратили вообще ходить на Южный полюс Антарктиды. Это было бесполезно в спортивном смысле, уже флаг был воткнут, а совершенно опасно для исследования, ну как-то бесполезно было для исследования. Там главное было выжить. Примерно такая же история с Луной. В 1969 году впервые до Луны долетел человек, флаг воткнул, еще 2-3 экспедиции, ну всего их 6 было на Луне. И потом на 50 лет люди прекратили летать на Луну. Сейчас вторая волна, так же точно как в Антарктиду, где-то в конце 50-х годов начали летать и ездить, и ходить там на лыжах даже на Южный полюс для исследований, для установки приборов, без особого риска для жизни. Примерно такая же история с Луной. Так сейчас мы накануне второй, или даже в процессе второй волны исследования Луны. Луна очень интересная. Она вроде бы небольшая, вот так в масштабе Земли она выглядит, ну почти в 4 раза меньше Земли, но она самостоятельная планета. Никаких особых по сравнению с планетами каких-то отдельных свойств у Луны нет. Вот в одном масштабе Меркурий планета Луна. Да, она почти не уступает Меркурию по размеру. Она круглая, она сложное строение имеет, у нее ядро, у нее когда-то были намеки на атмосферу. Ну в общем все качества планеты, кроме одного формального. Она не сама по себе, а живет рядом с Землей. Ну она в этом не виновата. Она спутник планета, или планета-спутник, как хотите. Поэтому нам конечно повезло, что она так близко от нас, что можно к ней летать быстро. И повезло в том смысле, что это единственное небесное тело, которое невооруженным глазом хоть что-то на поверхности Луны можно различить. Вот так здоровый невооруженный глаз видит поверхность Луны. До изобретения телескопа рисовали карты Луны, и они неплохо выглядели. Кстати, вот молодым родителям мой совет. Время от времени детей выводить на улицу в полнолуние и попросить их зарисовать Луну, глядя на нее невооруженным глазом. Отличный тест на остроту зрения. Никакому окулисту водить не надо, это стресс. А просто игра такая, вот посмотрите, я со своими... Ну с дочкой это делал, теперь с внучками делаю. Для них это игра, а для меня это способ увидеть, как у них там прогрессирует близорукость. На экран все смотрят на компьютер. А если в бинокль, уже достаточно интересно разглядывать Луну. Если в телескоп, вообще потрясающе интересно. В хороший телескоп можно гулять по поверхности Луны, ну просто не отрываясь. И каждый вечер она иначе освещается Солнцем, и тени ложатся как-то по-другому, и выделяют другие провалы, высоты, география меняется в зависимости от высоты Солнца. Это очень интересно, но никаких признаков жизни мы там, конечно, не видим. Но всегда хочется еще больше увеличения получить. Мы ставим другой окуляр в телескоп, получаем большее увеличение. Да, картинка расширяется, а деталей больше не становится, они начинают размываться. И чем больше увеличение, тем просто больше масштаб на экране. Никаких новых деталей мы увидеть не можем, причина понятна. Вот она, это киносъемка. Воздух неоднороден, он бурлит, он постоянно перемешивается, холодные и теплые слои. И, к сожалению, самые мелкие объекты, которые мы можем увидеть с Земли в телескоп на Луне, вот какой-нибудь мелкий кратер, который то виден, то не виден, у нас даже сомнения, есть ли там кратер, нет ли там кратера, размером около одного километра. Ничего мельче одного километра на Луне вы никогда не увидите с Земли в телескоп. Ну, были, правда, попытки там в горах, с великолепным качеством воздуха разреженного. Ну, полкилометра иногда удается рассмотреть детали, но мельче уж точно никогда. Значит, давно уже было желание полететь туда и на месте исследовать Луну, тем более, что она недалеко, меньше 400 тысяч километров. Это действительно очень близко. Но не было технических средств. И удивительное дело, я вот до сих пор удивляюсь, как Циолковский при всех тех условиях, которые сопровождали его жизнь, почти полная глухота, необходимость постоянно преподавать в школе. А преподаватели школьные, вот есть тут школьные преподаватели, знают, что это такое изматывающая совершенно работа. И жил где-то в провинци... Ну, хорошо, ну, Калуга была, может, не сильно провинциальный город, но все равно, ну, не центр мировой науки. И вот, тем не менее, именно он создал теорию многоступенчатых ракет и так точно все рассчитал. Я несколько лет назад взял, перечитал его книжки. Там юбилей был Циолковского. Интересно стало. Потрясающе. Он буквально числами описывает параметры тех ракет, которые потом, почти век спустя, полетели на Луну, повезли туда экипажи людей. Очень точно рассчитал, инженерно рассчитал то, что необходимо. Ну, своими руками он, конечно, не мог ничего сделать. А руки появились позже, в годы Второй мировой войны, когда фашистская Германия, лишенная возможности дальнобойную артиллерию делать, она поставила на ракеты. И тогда инженеры немецкие, руководителем был Вернер фон Браун, но вокруг него еще было много талантливых инженеров, сделали вот эту ракету, Фау-2. Это боевая ракета, но это первая космическая ракета. Надо отдать должное. Немцы тогда рванули в этом направлении и намного опередили всех. Она во время войны только для убийства использовалась, но конструкция была действительно хорошая. И когда война кончилась, победители, то есть США, СССР, немножко Англия и Франция, всем нам и им достались остатки немецкой техники. Вот американцы на космодроме White Sands в Калифорнии испытывают эту ракету, доставшуюся от немцев. Мы точно так же испытывали. У них работали немецкие инженеры, у нас работали немецкие инженеры, ну, как взятые в плен, так сказать. И с этого началась практическая космонавтика. Посмотрите, как быстро в первые годы космонавтики прогресс происходил в этом направлении. Королев и его команда создали мощную ракету и в 1957 году впервые запустили спутник на орбиту. Октябрь 1957-го. Первый маленький крохотный аппарат вышел на орбиту вокруг Земли. Начало, прям первые, ну, первые дни января 1959-го года. Аппарат полетел к Луне. Ну, любой знает, что одно дело вокруг Земли летать, это первая космическая скорость, другое дело летать к соседней планете, к Луне, например. Это вторая космическая скорость, это совсем другие задачи, а главная необходимость точно попасть. Тогда не было средств управления, даже не только управления, а отслеживания полета. Вот наш институт, где я работаю, институт Штернберга, тогда прославился тем, что мы изобрели способ, как отслеживать полет улетающих от Земли космических аппаратов. Йосиф Малышковский тогда, я у него в аспирантуре потом был, а тогда, в 1959 году, он придумал способ, как следить за невидимым таким маленьким шариком. Первый шарик пролетел мимо Луны, не попали. Ну, это было нормально, трудно попасть на таком расстоянии. Но, заметьте, меньше полутора лет прошло запуска первого спутника. Тогда же, в 1959 году, ну, уже осенью, полетел к Луне и попал вот этот аппарат. Очень быстро происходил прогресс в этом направлении. Инженеры просто вот учились на своих ошибках быстро их исправлять. И что он туда привез, или принес? Он не мог затормозить, он не мог мягко сесть, он разбился о Луну, но он оставил там вот такие памятные знаки, мы их тогда называли герб Советского Союза, они раскалывались на отдельные кусочки, вот такие пятиугольнички, и там они на месте соударения аппарата с Луной, они где-то там разбросаны, несколько десятков штук. Это называется, ну, теперь называется на Луне залив лунника, и пока никто туда не летал. Никто вот эти вот первые, попавшие на Луну, изделия рук человеческих не нашел, не подобрал, на Землю не привез. Так что надо это иметь в виду. Вот я думаю, уже нынешнее поколение, кто-нибудь из вас полетит на Луну, не забудьте, там замечательные такие сувениры лежат, и может быть, удастся их найти. Куда они денутся? Лежат. И тогда же, в 59-м же году, к Луне полетел третий космический наш аппарат, совершенно особенный, с задачей сфотографировать обратную сторону Луны. Ну, мы ее никогда не видели и не увидим с Земли, Луна всегда синхронно обращается вокруг Земли, и постоянно нам одно полушарие показывает, а второе всегда невидимое. И мы это сделали тогда же, в 59-м году. Впервые не просто долетели, сориентировали аппарат, сфотографировали на обычную, такую, кто помнит еще фотоаппарат, это такая целлулоидная пленочка, вот которую химикатами там проявлять, закреплять надо. Проявили, закрепили в этом аппаратике маленьком, он маленький очень, ну, с такую стиральную машину небольшую, размером, и по радио передали на Землю. Вот первый снимок обратной стороны Луны. Ну, тут четвертинка примерно видимого полушария, вот эти мы знали раньше, а вот это обратное. Этот снимок попал в наш институт, мои учителя разгадывали, расшифровывали его и составили первые карты обратной стороны Луны. В ту пору телевидение только начинало входить в наш быт, редко у кого было, ну, цветного вообще еще не было, черно-белое, но и оно было редко у кого, мы к соседям ходили смотреть телевизор. И тогда вот на таких почтовых марках нам демонстрировали достижения науки и техники. И на этих марках нам показали, как он там фотографировал, и на марках же впервые появилась карта обратной стороны Луны. Поскольку мы сфотографировали, мы, я имею в виду Советский Союз, то мы давали название. Вот это небольшое море, ну, даже не море, а, в общем, кратер большой такой, с залитой лавой древней море Москвы. Ну, нормально. Обратите внимание, залив астронавтов. Слово «космонавт» еще не появилось. Оно, его начали использовать только в начале 60-х, когда уже наши космонавты готовились к полетам. И поляк Штернфельд ввел это слово в употребление. А тогда всех называли астронавтами. Летавших еще не было. А, ну, там, кратер Циолковский, море мечты очень красиво, Ломоносов. И вот тут хребет Советский. Показалось, что вот тут какая-то белесая полоса, ну, или не показалось, приняли эту белесую полосу за горный хребет. Дали ему наименование красивое, такое правильное, хребет Советский. Прошло несколько лет, к Луне полетели более качественные аппараты. Наши, американские. Замечательные снимки передали. Смотрим, нет хребта. Это современная карта. Вот эта вот область, вот море Москвы, вот тут должен быть хребет. Никакого хребта там не оказалось, вот этого советского. И он так потихонечку с карт исчез, из глобусов. Вот, а еще на старых глобусах Луны и на старых картах вы найдете хребет Советский. Я недавно был в Калуге, там большой музей космонавтики. Там стоит старый глобус Луны и прям вылеплен так вот объемно хребет Советский. Хорошо, что как-то это прошло незамеченным и никаких политических выводов не сделали в отношении астрономов. Не наказали за такую вот, надо сказать, идеологическую диверсию. Был хребет Советский и не стало. Ну, хорошо. Обратная сторона Луны до сих пор нам кажется загадкой. На видимой, а это видимая сторона, довольно много обширных лавовых морей. Когда-то метеориты сюда попадали, ломали кору лунную, оттуда выливалась лава, застывала, и вот мы ее застывшую видим. А на обратной стороне Луны практически ни одного крупного моря нет. Вот море Москвы там малюсенькое и все. Мы не знаем, почему Луна такая асимметричная, почему одно полушарие имеет моря, другое не имеет. Гипотезы есть, а полного понимания на это еще пока нет. Вот чисто обратная сторона Луны, как видите, вот одно только море Москвы маленькое, ну и все, и ни одного большого нет. Это странно, но с другой стороны, когда смотришь на глобус Земли, мало кого удивляет, что половина Земли – это океан тихий, а вторая половина Земли – это континенты. Посмотрите на глобус. Ровно половина земного шара занята тихим океаном. Мы привыкли к этому, а то, что Луна такая асимметричная, нас удивляет. В середине, ну даже поближе к середине 60-х, американцы уже стали нас в этом направлении догонять, и они пытались приблизиться к Луне и поближе ее сфотографировать. Это удавалось. К ней летели вот такие аппараты Ranger, они не умели тормозить, они врезались в поверхность, но передавая телевизионные кадры, они очень быстро-быстро нам передавали кадры, и последние были с высоты 300-400 метров, ну то есть мы прямо видели там песчинки, песчинки, камушки мелкие на этих фотографиях, но не могли понять тогда, Луна твердая или мягкая. Конкурировали две гипотезы, и одна из них была вполне такой, ну если не общепринятой, то весьма популярной, что Луна покрыта толстым слоем пыли. Ее миллиарды лет взрыхляют метеориты, ни дождей, ни ветра там нет, вот пыль это вот накапливается, накапливается, если вы туда прилетите, вы в этой пыли просто утонете с головой, и никак там не останетесь на поверхности. Был даже, если есть желание, перечитайте, Артур Кларк написал, да, замечательный поезд, по-моему, это не роман, поезд «Лунная пыль», Мундаст. Очень интересная история, она как раз связана с тем, что там тонет экспедиция в лунной пыли, надо было выяснить, «Луна твердая или мягкая». И мы выяснили это, советские инженеры сделали потрясающе простой и надежный аппарат, и «Луна-9» впервые в 66-м села на поверхность Луны, вокруг нее был такой мешок газовый, ну, подушка безопасности, скажем так, надут, она грохнулась на Луну, попрыгала, попрыгала, потом подушка развалилась на две части, и вот такой аппарат оказался на Луне. Я хорошо помню эти годы, я тогда в шестом классе учился, и вокруг меня все жило космонавтикой, потому что очень быстро какие-то новости приходили, и все мои друзья, и я увлекались этим. И вот любопытно, предыдущий удачный полет к Луне был Луна-3, следующий удачный, Луна-9, и никто из нас тогда не спросил, ни себя, ни родителей, а где же Луна-4, 5, 6, 7, 8? Оказывается, они тоже были, было 10 неудачных попыток сесть на Луну. И когда мы сегодня говорим, что вот, наша Луна-25 полетела и разбилась, ну, ребят, просто потому что сейчас это не скрыть, это все на поверхности, а тогда это все очень удачно, как-то так незаметно для публики происходило, и неудачи тогда было, и в нашей, и в американской космонавтике, очень-очень много. Ну, вот, села. Конечно, это калаш, или фотошоп по-нынешнему. Таких снимков мы тогда не получали, никаких там селфи, никто не умел делать. Это реальный снимок Луны, а это впечатанный снимок аппарата на него. Но, видимо, вот так он примерно там и сидел, просто нам это показали, как это должно было быть. У него две фотокамеры были, и мы впервые увидели поверхность чужой планеты. Сегодня это никого не вдохновляет. Ну, что там, по Марсу бегают, марсианских там снимков полно, лунных полно. Но тогда это был первый, поверьте, это сильное было впечатление, увидеть, как будто бы ты сам стоишь и смотришь на поверхность Луны. Потом был первый советский спутник Луны, тоже очень важная вещь. Летая вокруг Луны, он впервые нам продемонстрировал, что Луна очень неоднородная. Она как будто бы состоит из кусков разной плотности. Одни менее, другие более плотные. И когда космический аппарат пролетает невысоко над поверхностью Луны, над плотной ее частью, он приседает его, притягивает более сильно. Эти места мы называем масс-конами, масс-концентрэйшн. И это очень серьезная опасность для тех, кто собирается сесть на Луну. Вы приближаетесь к поверхности Луны, а если тут масс-кон, вы бах, присели и в гору какую-нибудь. И был один такой случай. Так что это очень важное было открытие лунных масс-конов. Примерно в эти же годы, но все-таки позже у нас, американцы посадили на Луну свой аппарат, сервеер, и не один, очень удачный, хороший аппарат, с механической рукой, он поскреб. Но главное, мы видели, что сидят, нормально сидят на Луне. Ну да, немножко там вот видно в пыли тонет какая-то нога там одна, но не глубоко. Значит, в принципе, можно думать о полете человека, о работе человека на Луне. Кстати, я говорил, что селфи в те годы не делали, а это что? А что это? А как получено? Вы будете на там штативе? Нет. Ну тогда это было бы селфи. Это картина. Это пожарочная платформа? Нет. Ладно, чуть позже увидите, как этот снимок был получен. Нет-нет, честный снимок. Я закончу про роботы, чтобы перейти к людям на Луне. Роботы нам удались. Мы не смогли запустить человека на Луну. У нас не было мощной ракеты, американцы смогли. Но мы очень интересные роботы кидали на Луну и до сих пор не превзойденные по своим качествам. Вот два наших таких лунохода бегали по Луне. Управлял им экипаж, который сидел на Земле. До Луны радиосигнал идет чуть больше секунды. Секунда туда, секунды обратно. Задержка небольшая. И вполне можно было. Там телекамеры были. Они смотрели, на экранах видели, куда едет аппаратик. Очень удачная машинка. Она десятки километров и один, и другой. Второй луноход, по-моему, 42 километра по Луне проехал. Много дней и ночей жил лунных. А там сутки длятся. Один наш месяц. День длинный, ночь длинная. Днем жарко, ночью очень холодно. И он спокойно пережидал. Или как? Ну, в общем, жив оставался в течение двухнедельной лунной ночи. А это нелегко. Вот в сентябре индийцы посадили на Луну свой аппарат. Днем он работал, лунным днем. Ночью наступила, он замерз и не проснулся. Так что это, правда, сложно пережить лунную ночь. Но луноходы наши ее переживали. Там был радиоизотопный источник тепла, такой радиоактивный элемент. И плутоний там грел его. И очень хорошо работал. И последнее наше достижение отечественное, это посадка на Луну. Вот таких вот небольших. Они прямо вот под потолок тут были бы. Очень небольшого размера космические зонды. садится. Бурильный аппарат берет пробу с глубины до двух метров. Заталкивает то, что он оттуда достал вот в этот шарик. И верхняя часть, вот эта вот, стартует и к земле доставляет такой маленький, размером с волейбольный мяч, капсулу. И там грамм 150 лунного грунта, что вполне достаточно для анализа. 1968 год. Ясно было, что уже канун полета человека. А вот чей человек доберется до Луны первым, еще было не ясно. Ну и на обложке журнала «Тайм» была такая картинка, лунная гонка. Наши, американец, кто же будет первым. Совершенно не ясно было. Мы шли тогда на згю по технике. Причем, американцы-то все это публике показывали, а мы это все скрывали. Так что непонятно было, кто первый. Но первыми оказались американцы. Дело в том, что после войны, ну вернее, в последние дни войны, большая часть немецких инженеров досталась западному фронту, американцам. И сам Вернер фон Браун и ведущие конструкторы его группы, они перебежали туда, на западную часть войны, и сдались американцам. Долгие годы, ну 10 лет почти, Вернера фон Брауна и прочих немецких конструкторов не подпускали вообще к ракетной технике американской. Ну правда, они все-таки были фашисты, они были враги. И только когда американцы поняли, что без них не обойтись, что у них что-то не получаются мощные ракеты, призвали фон Брауна, призвали его команду, ну и американская промышленность мощная была в их распоряжении. И вот они сделали такую гигантскую ракету. Ракета Сатурн-5. До сегодняшнего дня это самая мощная в мире летавшая в космос ракета. 110 метров ростом, 3000 тонн весом, и вот эта штука еще и летит. Как корабль океанский. И при этом в космос улетает. Фантастика. Но мы же тоже хотели быть первыми. Королев делал свою гигантскую ракету, ракету Н-1. Она такая же большая, такая же тяжелая, для той же цели, чтобы забросить на Луну несколько людей и потом вернуть на Землю. Но по технологии она уступала американской. Если бы рядом их поставить, они, в общем, смотрелись бы так похоже. Это в одном масштабе. Но у американцев, первые ступени и у них, и у нас работали на керосине. Это нормальное топливо для современных ракет в то время. Вот вторая, очень важная ступень для полета на Луну, она нужна. У нас на керосине, у американцев на жидком водороде. Это, правда, очень хороший вариант. Очень калорийное топливо, жидкий кислород, жидкий водород. У нас тогда таких технологий не было, и мы сильно, сильно поотстали. А чисто керосиновая ракета не хотела работать надежно. Ее испытывали, четыре раза запускали, четыре раза она взорвалась, но дальше дело не пошло. К тому же и Королев погиб на операционном столе. Немножко его неправильно прооперировали в 66-м году. В общем, как-то не сложилось. А это фон Браун, ну, немолодой уже. И вот его знаменитые эти двигатели. Их всего пять. Это гигантские ракетные двигатели. Вот их всего пять, и они толкают эту штуку наверх. А у нас, у Королева, не было таких двигателей. Там 30, но сравнительно небольших. А управлять 30-тью двигателями, не имея современных компьютеров, конечно, это было нелегко и не получалось. Позже мы сделали ракету такого же класса. Это был конец 80-х, когда уже Советский Союз был на последнем издыхании, но мы таки ее сделали. Это вот наша знаменитая энергия. Она два раза летала в космос, очень удачно. Один раз с этим крылатым аппаратом, Буран. Я у кого-то на спине сегодня видел надпись Буран. Значит, все еще этот легендарный аппарат популярен. Но, к сожалению, развалилась экономика, и этот замечательный аппарат так и не был использован. Ракета получилась хорошая, но это уже была другая эпоха. Американская Сатурн-5. Ее собирают вертикально, ставят на такой транспортер. Этот транспортер до сих пор используется на космодроме имени Кеннеди во Флориде. Огромная машина. И она везет, везет, везет подальше, подальше от места сборки, чтобы, если что, там рванет, например, ну, хотя бы сборочная цеха не повредила. И устанавливает на берегу Атлантического океана, вот на стартовый стол, заправляет топливом, и она готова к полету. Надо сказать, у американцев космодром, конечно, в выгодном месте находится. Он все-таки намного ближе к экватору, чем наши космодромы. А чем ты ближе к экватору, тем сильнее Земля за счет своего вращения кидает тебя вперед. Ну, и океан, штука полезная, когда взлетает ракета, отваливается через, там, три минуты полета первая ступень, там, через несколько минут вторая, и куда им отваливаться? А когда ты летишь над океаном, это, в общем, не представляет проблем. А когда космодром на суши, как у нас, это проблема, чтобы там никому на голову не попало. То есть у них, в общем, как-то благоприятные условия были для развития космонавтики. Космонавты сидят в капсуле на вершине ракеты, а над ними еще маленькая твердотопливная ракеточка, система спасения космонавтов. Если что с большой ракетой происходит, включается эта маленькая, срывает кабину с космонавтами, отбрасывает ее в сторону, та на парашюте потом опускается. Это при каждом пилотируемом полете у американцев, у нас, у китайцев обязательно. Есть такая система, и у нас она дважды спасала наших космонавтов, когда были неприятности. У американцев ракета Сатурн-5 получилась надежная, и она не подводила. Ну, или почти, почти не подводила, один раз все-таки подвела. Первый экипаж, которому поручили испытания этой ракеты в космосе. Это очень опытные люди, ну, вот Грисон вообще неоднократно летавший в космос до этого, на Джемини, на Меркури. Этот Уайт тоже летал в космос, а Чаффи не летал, но был очень талантливым летчиком. Да, все они летчики-истребители, тогда никто больше в космос не летал. И у нас, у американцев только летчики летали. Хотя нет, у нас инженеры-врач один раз полетели в ту эпоху, помните? Был такой полет три человека. Пилот, летчик, потом Егоров врач и инженер, сейчас вспомню, слушай, уже не помню. Ну, в общем, у нас инженер летал, у них только летчики летали. Хотя все они были, конечно, по образованию инженеры, надо сказать, они все университет кончали. Но случилась неприятность. Во время наземного испытания, тренировки внутри корабля случился пожар. Дело в том, что корабль Аполлон, который стоит на вершине ракеты Сатурн-5, это корабль для полета к Луне, Аполлон, он заполнил чистым кислородом. Это было, конечно, вынужденно сделано, потому что если заполнять обычным нашим воздухом, то давление должно быть в одну атмосферу. Это большое давление. Значит, надо стенки корабля делать прочными, чтобы его не разорвало там в пустоте. А если убрать из воздуха азот, а он три четверти почти составляет, а оставить только кислород, то давление почти в четыре раза можно уменьшить. И стенки корабля делать тоненькими. А кислородом дышать можно. Но не только дышать, но и горит все в кислороде слишком хорошо. И сгорели они. Просто за несколько секунд там все. Все сгорело, и эти трое погибли. Ну и, естественно, программа американская притормозила, надо было что-то переделывать. Люк хотя бы, чтобы быстро выпрыгивать в случае пожара переделали. Но пока они этим занимались, советские инженеры их догнали. И первым к Луне с облетом и с возвращением на Землю отправился наш аппарат. Но в нем не было людей. В нем было несколько там мышек, каких-то червячков, и самыми крупными там были две вот такие черепахи. Они вернулись на Землю. Это был первый полет живого существа к Луне с возвращением на Землю. Американство это, конечно, сильно подзадорило. И они подумали так, а в следующий раз уже люди полетят, и этот престиж будет потерян полеты к Луне. Они очень быстро, надо сказать, рискнули сильно. Первый же полет в космос ракеты Сатурн-5 без всяких там испытаний сразу направили к Луне, да еще и с экипажем. Вот перед вами три человека, которые считаются первыми межпланетными путешественниками. Они такие же великие люди, как там наш Гагарин, потому что они впервые от Земли улетели куда-то туда, вдаль. Могли бы и не вернуться, но вернулись. Они несколько раз облетели Луну и прилетели на Землю. Посадки не было, еще не было такой техники, а облет Луны это первое достижение. Видите, в конце декабря прямо на Рождество вот там. Но чтобы это было именно в 68-м году. Они постарались, чтобы вот 68-й год был годом первого межпланетного полета. Так и получилось. Смотрите на космический корабль Аполлон. Он небольшой и он очень похож вот на эту иллюстрацию, которую я взял из романа Жюль Верна из пушки на Луну. Почти сто лет, за сто лет до полета в Луне Жюль Верн очень точно предсказал, в чем полетят. Ну, у него из пушки, мы на ракете, но сходство невероятное. Главное, и экипаж совпал. У Жюль Верна три человека, и на самом деле три человека. И вообще, многие-многие детали полета совпадают один к одному. Ну, расчет астрономический, сколько лететь туда, сколько обратно, тут нормально все, не ошибешься. Трое суток туда, трое обратно. Ну, и возвращались у Жюль Верна его герои, падая в Тихий океан. И эти всегда, Аполлоновцы, тоже возвращались, падая в Тихий океан. Ну, очень много совпадений, прямо мистика какая-то. Полет ракеты Сатурн-5. Меня очень вдохновляет вот этот вот снимок. Я же представляю себе 3000 тонн. Чего? 3000 тонн взрывчатки. Сама-то ракета почти ничего не весит. Корпус ракеты, это как вот баночка Кока-Колы алюминиевая. Она же ничего не весит. А внутри нее там полкило жидкости, да? Ну, или пивная баночка, что вы пьете. А примерно так же устроена ракета. Несколько, 5% веса это железяка, 95% это топливо. А топливо это взрывчатка. Жидкий водород, жидкий кислород, жидкий бензин. И тут хлещет пламя прямо рядом с этой вот бочкой с порохом. И летит, и не взрывается. Я вот про себя думаю, что мы всегда космонавтов называем героями космоса. Ну, герои, они рискнули сесть на эту бочку с порохом, зажечь и полететь. Но вообще-то герои это инженеры, конечно, которые вот это вот создают, и оно работает и летает. Когда ракета сделала свое дело, она толкает к Луне вот такую вот связку. Сам космический корабль Аполлон, в котором три космонавта, и они там могут несколько дней жить, работать, и вернуться на Землю. Но сесть на Луну они не могут. Для посадки на Луну у них вот эта вот дополнительная часть, лунный модуль. Он сам по себе из двух ракет состоит для посадки на Луну и для взлета с Луны. Тут кабина космонавта. Они летят три дня там у себя в кабине Аполлона, она довольно просторная, там, в общем, можно перемещаться. И потом, подлетая к Луне, двое переходят в лунный модуль, а третий остается на борту этого орбитального аппарата и летает вокруг Луны, ждет их, а двое садятся на поверхность, работают, потом взлетают, возвращаются обратно. Вот так лунный модуль устроен. Это для посадки на Луну, когда уже сели, тут топлива нет, он пустышка, а этот для взлета с Луны, там свой двигатель, свое топливо и кабина для двух человек. Кабина очень тесная, она такая тесная, что там даже сесть не на что. Там стоя работают космонавты у них по окошечку, пульты управления, и вот в такой позе это как раз Нил Армстронг, который первым вышел на Луну. Это его рабочее место, а тут вот поближе к нам второе рабочее место. Почему мы должны быть благодарны этому лунному модулю? Дело в том, что он очень легкий, там каждый грамм был на счету, но управлять его полетом без помощи компьютера было невозможно. Все-таки много систем и мало времени, поэтому для этого устройства впервые были микропроцессоры нормальные сделаны, который, ну и такой небольшой компьютер был собран, который потом уже пошел стал тиражироваться и вот в наш быт вошли микропроцессоры, которые сейчас в телефонах, там в маленьких компьютерах, планшетах, а началось все вот с полета к Луне. Прилетели на Луну, поработали несколько часов, надо отдохнуть, а как можно отдохнуть в такой тесной кабине? Значит, рабочее положение стоя, а отдыхать им предлагали вот так вот один садится тут, другой там на кожух двигателя залазит, не снимая скафандров, спать. Ну, первому экипажу так и не удалось поспать на Луне, потому что совершенно непривычные условия, ну и адреналин, конечно, жуткий был. В общем, надо было что-то придумать. Придумали. Уже следующие полеты были с такими гамаками, в которых более комфортно можно было, да и они более длительные были. Первый полет был на сутки, потом на двое, потом на трое, и вот трехсуточные полеты уже требовали нормального отдыха, и они вот так вот отдыхали. Могли снимать с себя шлемы, но не рекомендовалось снимать скафандр, потому что его долго одевать, а стенки у корабля очень тоненькие, и если метеорит их пробивает, то довольно быстро оттуда воздух может выйти, и не успеешь одеть скафандр, ты там вздохнешься, поэтому они там жили в скафандрах. Советский лунный корабль тогда тоже был создан. Сегодня мы его называем «Союз» и считаем, что это орбитальный корабль, он у нас десятки лет летает на орбиту. На самом деле он был создан для полетов на Луну. Хороший, надежный, ну а сегодня он вообще супернадежный, потому что полвека почти, да больше полувека, больше полувека летает. Слушайте, если бы нам предложили купить сегодня автомобиль полувековой давности, мы бы поморщились, наверное, да, старый москвич или запорожец, а космическая техника полувековой давности почти без изменений работает, и ничего нормально, это странно. И лунный модуль у нас тоже был сделан и испытан, и в космосе он вокруг Земли полетал, и оказалась хорошая, надежная машина. У американцев лунный модуль на двух, у нас на одного. И вообще предполагалось, что на нашей ракете полетят два космонавта, один останется на орбите, второй сядет на поверхность в одиночку, и потом вернется. Ну вот он, второй. Если бы на Луне так сложилось, одновременно опустились бы американцы и советские, то вот так эти два лунных модуля выглядели бы американски побольше, потяжелее, и у него тут грузовой багажник есть, а наш поменьше, и никаких там багажников нет, так что много приборов он бы и не привез, но главное это было прилететь-улететь самому, чтобы доказать всем, какие мы крутые. Жалко, что не получилось, очень жалко, потому что не хватило буквально может быть года-полутора доделать ракету. Первый экипаж, который опустился на поверхность Луны, до них летали к Луне, вот те, кого я показывал, там Андерсон и его команда, потом еще раз летали к Луне, потом еще раз летали, но без посадки. Было три полета к Луне, наконец решили все, отработали полеты к Луне, надо садиться. Армстронг и Олдрин, они, значит, выходили на поверхность, а Коллинз оставался пилотом Аполлона, ему на поверхность нельзя было сесть, он летал вокруг Луны, ждал этих двоих. Ну, вот я хорошо помню, 69-й год, июль, и все страны, кроме Китая и СССР, в прямом эфире показывали этот полет по телевизору, но у нас и у китайцев как-то так не показали. Правда, по радио говорили, не очень, значит, много, но все-таки объявляли, что американцы полетели на Луну, это я помню. Так выглядит выход космонавта, у них кабина-то наверху, спускается по лестнице на поверхность, берет из багажника какие-то приборы, расставляет их на Луне, часть приборов осталась на Луне, некоторые вернули, ну вот, например, полотнище, это оно собирало частицы радиации космической, протоны быстрые, потом свернули, привезли на Землю для исследования, а часть приборов оставили там. Какие условия на Луне? Ну, условия там жесткие, днем жарко, очень жарко, до 120 градусов там раскаляется, особенно вот на темной поверхности, ночью, ночь длинная, день длинный, очень холодно, минус 170, но это только самая-самая верхняя корочка лунного грунта, буквально толщиной не более метра, потому что грунт очень плохо проводит тепло, и внутрь туда вот такие колебания температуры не просачиваются, уже на глубине, скажем, метра полутора метров под грунтом, там ровная температура, от дня к ночи она не меняется. Какая? В районе экватора примерно минус 40, ну, минус 37, если точнее, прямо вот на экваторе, но это еще зависит от того, в каком месте, ну, минус 35, минус 40, вот такая температура в районе экватора. Но ничего страшного, люди живут при такой температуре, если согреться, то вообще хорошо. То есть, в землянке под грунтом Луны вполне не ощущая перепадов температуры, можно жить вот согреваясь там какими-нибудь приборами. Конечно, в районе полюсов там страшно, холодно, но это полюса. Некоторые приборы работали довольно долго после того, как американцы вернулись на Землю. Например, вот сейсмографы, они солнечными лучами питались, и они еще много месяцев нам передавали данные о лунотрясениях, и мы с тех пор неплохо знаем внутреннее строение Луны. А вот этот прибор, точнее, эти, их несколько штук, они работают до сих пор, еще, наверное, в ближайшие миллионы лет не испортятся, потому что там нечему портиться. Это отражатели лазерного луча. Алюминиевая матрица, и там стеклянные призмочки вставлены. Треугольные призмы, вот такие вот, ну это с нашего спутника такая же система, просто поближе снята. Их прелесть в том, что они отражают луч туда же, откуда он пришел. Мы каждую ночь из телескопов специальных стреляем лазерным лучом к Луне, вот там Луна на небе, и через примерно две с половиной секунды получаем обратно отклик, часть этого света возвращается назад. По времени пролета туда и обратно фиксируем расстояние до Луны. Довольно быстро достигли точности измерения в один сантиметр, а сегодня, вот в начале нынешнего года, уже фактически точность около одного, ну ладно, около двух миллиметров, но мы ее доведем до одного миллиметра. С такой точностью мы измеряем расстояние до Луны, до которой 400 тысяч километров. На наших луноходах тоже есть такие отражатели, так что американцы три, и мы два привезли всего по Луне пять отражателей лазерного луча, очень полезную научную информацию они постоянно дают. Это, наверное, самый популярный снимок из первой экспедиции. Видите, тут на скафандре Олдрин, потому что в лицо не узнать, там отражатель, значит, солнечные очки, ну, написано, чтобы они друг друга хотя друг друга-то они и так знают, конечно, ну, чтобы на земле, на кадрах можно было понять, кто снят. Но тут тоже вариантов не было. У них на двоих был один фотоаппарат, и его носил у себя на груди прикрепленный Армстронг, а у Олдрина не было. Площадка была, а фотоаппарата ему не дали. Экономили вес. И вот там в отражении видно самого Нила Армстронга, их космический аппарат, там флаг, прибор, и вот эта маленькая голубая точка от Земли отражается нашей. Скафандр штука тяжелая, на Земле он весит около 100 килограммов, но на Луне сила тяжести в 6 раз меньше, на 6 делим 100, получаем 16 килограмм, это уже как-то подъемная вещь. Самая тяжелая, конечно, ранец обеспечения, жизнеобеспечения, там кислород и там холодильник, довольно мощный холодильник. Вот говорят, в космосе холодно, в скафандре жарко, причем так жарко, что если тело человека не охлаждать, через несколько минут наступает тепловой шок. И под скафанд, там почти на голое тело, они одевают такой комбинезончик, сплетенный из тоненьких трубочек, по которым циркулирует холодная вода. Ну, она нагревается на теле, уходит вот сюда, остывает в холодильнике и снова идет туда на охлаждение тела человека. Потому что работа тяжелая, в скафандре трудно работать, энергия, тепла выделяется, много, и надо охлаждать человеческое тело. Все приборы в те годы были очень громоздкие. Ну, вот смотрите, сегодня у нас фотоаппараты вообще там, у кого три, у кого четыре камеры в смартфоне, да, каждая из них там с копейку размером. А вот старый фотоаппарат, здоровенный, тяжелый, никакой автоматики нет, он вот так выпирал на груди, надо было там ручки крутить, резкость, диафрагму, выдержку ставить, еще кассету менять с пленкой, там широкая пленка была, хороший аппарат шведский, осельблат, но очень неудобный, очень тяжелый, он затруднял просто работу человека в скафандре, да и без него тоже нелегко было, скафандр почти не гнется, он в коленях, в суставах, вот в локтях, ну и все, в пояснице он почти не гнется, и трудно было даже подбирать что-то с камушки какие-нибудь с поверхности Луны. Третий член экипажа летал в Аполлоне, вокруг Луны, делал снимки, ну а эти вот прилетали и садились, выходили на поверхность. Аполлон-12, это вторая экспедиция на Луну, и им было поручено не просто сесть куда-то, а в конкретное место, где до них опустился сервеер. Вот кто его сфотографировал. Это они, значит, там сели в двух стак метрах, пришли сюда и сфотографировали его, сняли с него некоторые приборы и с собой забрали, вернули на Землю, чтобы понять, как они в условиях вакуума лунного, радиации космической, как они себя, вообще материалы как себя ведут. Любопытно, что вот эта вот, эта телевизионная камера, ее сняли, открыли на Земле, в ней оказались живые микроорганизмы. Это они пережили вот все невзгоды лунной жизни, и, значит, с Земли прилетели, а потом на Землю вернулись, живые, какие там микробы были. Сейчас помню, у нас в консервных банках заводится. Стафилококк, спасибо. Вот, стафилококк, это гадость. Вот, видимо, они в консервных банках выживают, и вот на Луне тем более. Стафилококк. Третий полет на Луну оказался неудачным. Это был Аполлон-13. Американцы вообще очень не любят тринадцатое число, но тут, ну как же, мы же не будем всякие предрассудки покрывать. Нет, подлетел Аполлон-13, и вот как раз подлетают к Луне, у них взрыв произошел на корабле. Как они вообще чудом остались живы и вернулись на Землю, это... Есть замечательный художественный фильм Аполлон-13. Там прямо документально, по минутам показано все, как их спасали, подавая им полезные советы с Земли, в общем, реализовали все, что можно, и спасли их жизнь. Но, конечно, на Луне они не побывали. Они облетели вокруг Луны, она их толкнула обратно своим притяжением к Земле. Вот они радостные, ну, как радостные, не очень радостные, но все-таки живые. Но, тем не менее, облетая вокруг Луны, они время не теряли, они очень хорошие снимки нам привезли, и вот в те годы самые лучшие снимки обратной стороны Луны как раз были с Аполлона-13. И на них любопытные вещи обнаружились. Вот мы не ожидали, что такие похожие на русло рек долины, ну, что это может быть, если не русло, проделанное какой-то жидкостью? А какой жидкости, кроме воды, мы можем там ожидать? А и воды, вроде как, не должно быть на Луне. А тогда, откуда русло? И мы до сих пор не знаем, как решить эту проблему. Было много интересных опытов там на Луне, например, взрыв-пакетики такие расставляли, и уже после того, как они с Луны улетали, по командам с Земли, взрывали поочередно несколько таких пакетиков. Это создавало звуковые волны, которые уходили в недр Луны, возвращались обратно, сейсмографы их регистрировали, и мы, в общем, неплохо узнали внутреннее строение Луны. Давайте посмотрим, как они там жили, работали. Ну вот. Сила тяжести маленькая, но тяжести носить все равно приходилось. Приборы надо было унести подальше от места посадки, чтобы во время старта ракеты их не повредить. Это было не очень легко, видите, им что-то там приспосабливали, какие-то штанги для переноски, но в общем, это было трудно. Поэтому, начиная с Аполлона-14, им уже стали какие-то транспортные средства давать. Самая первая была такая двухколесная тачка, которая помогала все-таки переносить приборы и образцы грунта собранные. Они ее за собой тянули, вот следы ее как раз на лунной пыли остаются, уходят с места посадки, но это было не то. А то было это электромобиль. Последние три экспедиции Аполлон-15, 16, 17 имели вот такой электромобиль складной, очень компактный на двух человек. Там одна была камера, управляемая руками астронавтов, а другая вот подальше от них, они дотянуться все равно не могли бы. Ей управлял оператор на Земле. Связь была с Землей надежная, направленная антенна была, и довольно быстро оператор работал, ну, с небольшой задержкой, конечно, во времени. Обратите внимание, какие большие крылья над колесами. Дело в том, что пыль лунная очень неприятная, как выяснилось. Она мелкая, она во все залезает, она прилипает очень хорошо, потому что ультрафиолетовые солнечные лучи электролизуют ее, и она просто липнет ко всему. И чтобы от пыли немножко себя прикрыть, они этими крыльями колеса накрывали. Колеса не надувные, это сеточка, тоненькая металлическая сетка упругая, которая нормально себя показала. Вот так выглядит эта машина, ее испытывали, ну это, конечно, парадный снимок такой перед полетом, ее испытывали перед полетом в смысле средств связи, уже в скафандрах, полная имитация, что они на Луне, потом сворачивали ее, складывали, она в такой большой чемодан превращалась, и к борту космического лунного модуля прикрепляли. А прилетев на Луну, раскладывали, приводили в рабочее состояние, и пользовались, очень хорошо пользовались. Ну, точно не помню, первые проехали что-то около 20 километров, а Аполлон-17 32 километра проехал по Луне, это много, потому что Луна маленькая, там до горизонта всего около двух километров, когда ты уезжаешь километров на пять, ты вообще ракету теряешь из виду, поэтому на этой вот машинке у них была система, инерциальная система, там с гироскопами, система ориентации, и они могли вернуться обратно не по своим следам, это было бы неинтересно, а вот так, чтобы не промазать ним своей посадочной платформой. Ну, это вот Джон Янг, такой самый крутой космонавт, много раз очень летал, он показывает, что можно подпрыгнуть, даже в скафандре можем подпрыгнуть на полметра хотя бы, и это все-таки Луна, а вот там у них на заднем плане стоит впервые привезенный на Луну телескоп, маленький ультрафиолетовый телескоп, но это все-таки впервые было на Луне маленькую обсерваторию, так сказать, организовали. Я знаю, что некоторые люди не верят в то, что американцы летали на Луну, вот это приверженцы теории заговора лунного, да, есть такие, да, наверняка есть, и тут есть, не знаю, вот, и говорят, да какая же Луна, на Луне нет атмосферы, а звезд почему не видно, а почему не видно звезд на Луне? потому что фокусировка долго, потому что камера, она вначале фокусируется, а потом фоткает, и свет попадает, ну, вроде того, да, вот, 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 да, это правильно, Луна очень яркая, хотя она темная на самом деле, но все-таки она освещена Солнцем, и она яркая, экспозиция одна тысячная доля секунды, при такой короткой экспозиции ни одна звезда у вас не получится, звезды слишком слабо светят, а почему флаг развивается? А ветра-то не должно быть на Луне, откуда ветер? А он не развивается, правильно, он растянут вот на такой металлической планочке, и чтобы это проверить, вот самый такой противный кадр, ну вот же он, трепещет же на ветру, да, конечно, я взял два кадра соседних, космонавт, ну, астронавт отдает честь национальному флагу, а флаг как мятый висел, так мятый и висит, ничего не меняется, ветра на Луне нет, действительно нет. Поехали дальше. Машинка хорошо себя показала, очень полезная, экспедиции, которые ей пользовались, привезли самые интересные образцы лунного грунта, потому что они большую территорию объезжали, и разнообразный грунт собирали, и камушки, и пыль в разных местах, такие геологические были поездки. Первые полеты были на равнинные участки, лишь бы мягко сесть, а уже последние экспедиции были в горные районы, и они там видели, и каньоны вот подходили, это каньон с орбиты сфотографированный, а это астронавты сами к нему подходят. Происхождение этих каньонов мы до сих пор как-то не очень себе представляем, воды вроде там не должно быть никогда, а такие вот следы эрозии водные, как говорят геологи, тем не менее наблюдаются. В горах были посадки, это Аполлон-17, ну, не на гору, конечно, но хотя бы в предгорьях, и собирать там более интересные образцы грунта им удавалось. В последний полет была мелкая неприятность, когда они снимали эту машинку, вот, отстыковывали ее, разворачивали, задели крылом и сломали часть крыла, вот этого самого, вот эту вот верхнюю, вот эту часть, отломили, за что-то задев, и вы это видите тут, одно колесо накрыто далеко крылом, а второе только вот по сих пор, а вот этой нижней части нет. А это довольно серьезная была проблема, потому что, когда они сели и попробовали проехать на этом вездеходе, пыль летела, пыль летела и на аппаратуру, тут все открыто, и на них летело, им сказали с земли машину не использовать, ходить пешком, ну, обидно было, привезли на Луну машину и ходить пешком, она вот стоит тут, поэтому ночь не спали и придумали, оторвали обложку от борт-журнала, склеили ее скотчем, приделали вместо крыла, и вот с таким самодельным крылом проехали свои 32, по-моему, километра, обратите внимание на ноги, это же белый скафандр должен был быть, но уже на второй-третий день работы он не белый, а серый, пыль действительно очень липкая, очень такая привязчивая, во все лезет, и когда они входили потом отдохнуть, поспать в свой корабль, они же нюхали эту пыль, снимали шлемы, говорили, что она пахнет, как сгоревший порох, вот выстрелил из пистолета, нюхнул, вот примерно так же, неприятный запах, ну и главное, неприятные абразивные свойства, она же как наждак, там воздуха нет, она очень, пылинки очень острые, мелкие и острые, она как наждак лезет во все узлы, трения, в общем, это для будущих экспедиций будет та еще проблема, лунная пыль. Самым полезным исследователем на Луне оказался геолог, единственный раз в последней экспедиции Аполлон-17 взяли не летчика, а профессионального геолога Шмидта, и вот он-то оказался самым полезным, он знал, что собирать, и те образцы, которые он собрал, они самые любопытные оказались для земных ученых. Вот такая палка с хваталкой там внизу, вот он нажимает клавишу, там такие клещи, хватает камушек, и потом подтягивает к себе, потому что нагнуться было не очень удобно, и куда-то сюда складывает в какую-то сумочку. От этого камня Шмидт как раз отбил кусочек, привез на землю, и в ту пору, это 72-й год, оказалось, что это самое древнее вещество, которое попадало в руки ученых. Ему было чуть больше 4 миллиардов лет. Ну, потом на земле уже вот в 2000-е годы нашли в Гренландии, там и на юге Африки, нашли такие же древние породы, но на земляне крайне редко встречаются. На Луне они вот просто вот на виду. Луна очень древняя, она мало меняется с годами. Ну, были, конечно, странные находки, вот вроде ничего необычного на этом кадре вы не видите, а журналисты, которым тогда это демонстрировали, эти кадры, сразу увидели тут летающую тарелку. Это была большая-большая сенсация, потому что, когда перепечатывают в газетах, в журналах, контрастность повышается, все полутени уходят, и вот там прямо то ли нос ракеты, то ли край летающей тарелки торчит. Много было на счет спекуляций, я просто, ну, надо было нам как-то с этим бороться, с этой лженаукой. Я взял соседний кадр, который сделан через два дня после этого. Солнце по-другому освещает, и видно, вот один склон в тени, вот другой освещен солнцем, третий освещен, ну, нормальный горный пейзаж, но когда у тебя высокий контраст, то совсем другое впечатление. Мне очень нравится вот этот кадр, он создает, оставляет впечатление одиночества. Вот представьте, большая планета, а на ней два человека, и никто им не может помочь. Если что случится, они там двое, и запас кислорода на несколько дней, и все. А наш вообще один предполагался в полете на Луну. Этим первым нашим космонавтом должен был стать Алексей Леонов, и он всю жизнь потом переживал, что ракету так и не сделали, и он на Луну так и не полетел, он вообще был один на целой планете. Ну, Леонову все равно мощный очень человек был. Вот, ну, все, приходит время, улетает эта самая верхняя часть, стыкуется с основной ракетой, через три дня они подлетают к Земле, входят в атмосферу, вот все, что остается от ракеты Сатурн-5 и Аполлона, маленькая капсула с тремя космонавтами, и на парашюте опускаются на Землю, а, не на Землю, на поверхность океана, в Тихий океан. Их там встречают, поднимают по очереди на борт вертолета, вертолет летит, садится на палубу авианосца, и оттуда выходят из вертолета три члена экипажа, но они уже переодетые, это уже не космические скафандры, а во что их переодели-то? Что это на них такое? Биологическое костюмы. Летные костюмы? Костюмы биологической, химической и биологической защиты. Ну, биологической в первую очередь. Почему? Потому что в то время никто не знал, а на Луне есть жизнь или нет? А вдруг там какие-то опасные для нас патогенные, опасные микробы, и они на себе этих микробов на Землю привезут. Поэтому их переодевали и прямиком отправляли в камеру для прохождения карантина. И они там сидели три недели. За одну неделю слетали на Луну и обратно. Три недели. Вот Армстронг, Олдрин, Коллинз, а это президент тех лет Никсон, он их там приветствует. Да, ну и они рады. Но их не выпускали. Первый и второй экипаж «Аполлон-12». Их держали три недели на карантине проверить и возили в этой штуке по США люди приветствовали, но потом убедились, что поверхность Луны стерильна, ничего опасного там нет, и следующие экипажи уже сразу выпускали. Карантина никакого им не предлагали. Вот карта Луны, видимая полушария, на обратной стороне почти никто не был, кроме китайцев. Китайцы недавно были. Тут все посадки советских роботов, американских роботов и американских пилотируемых аппаратов. Как видите, довольно-таки вот хорошо, так разнообразно исследовали Луну, кроме полярных областей, побывали и в экваториальных широтах, и в средних широтах. В принципе, доставили грунт из разных точек. Единственное, не исследованное остались полюса, а они-то как раз самые, как мы понимаем, интересные. Там вечный холод, и там вода может сохраняться в виде льда под грунтом вечно, а вода это хороший, нужный ресурс для будущих станций. Конечно, было много в те годы таких фантастических проектов, рисунков, но прекратились полеты на Луну людей, да и автоматов прекратились. Потом, уже в 90-е годы, в начале 2000-х, начали летать туда американцы, японцы, европейские аппараты. Вот японский аппарат Кагуя, хорошие снимки передавал, но это все с орбиты, посадок не было. С орбиты и американцы снимали, и японцы, и европейские был хороший спутник, даже два, и так вот потихонечку продолжали исследовать Луну. Самый удачный, пожалуй, из той эпохи спутник, это вот американский Lunar Reconnaissance Orbiter, он уже больше 10 лет там летает, и у него прекрасный объектив, он фотографирует Луну, карты мы хорошие теперь имеем, и он сфотографировал все места посадок и наших, и американских. Вот первое место посадки Аполлона 11, тропин, это карта, нарисованная самими астронавтами, это снимок, сделанный Армстронгом, вот его тень, он спиной к Солнцу стоит, и сфотографировал вот этот вот ландшафт. Кстати, с нарушением инструкции, им велели дальше 20 метров уходить от места посадки, но он отбежал на 100 метров, сфотографировал и вернулся. А это снимок сверху, мы сегодня можем наблюдать посадочную, вот эту нижнюю часть лунного модуля, она хорошо видна, и места других посадок, вот Аполлон 12, вспомните, вот этот, не этот, но когда они сели и пошли к своему этому серверу, сняли с него какие-то части, вот видны даже, присмотритесь, видны тропинки, протоптанные их ногами в пыли, вот эти вот тоненькие линии, протоптанные, кратер, это кратер, вот они вот так обошли, в кратер не спускались, вот так, ну он не глубокий, но все равно не хотели. Теперь вторая, вторая эпоха полета в Клуне, а на чем? Нам надо восстанавливать мощные ракеты, Сатурн-5, его уже никто не будет восстанавливать, он уже ушел в историю. У американцев была в начале 2000-х затея сделать новые мощные ракеты, но денег не хватило и они как-то не получились. Одну маленькую, ну сравнительно маленькую испытали и на этом дело заглохло. Теперь, уже 20 лет спустя, в начале 2020 года, они опять обратились к этой идее и сейчас делают мощную ракету, ну можно сказать, уже сделали такого же, такого же класса, как когда-то был Аполлон. Вот эта ракета, она уже называется иначе, Space Launch System, ну в общем, как-то называется, она такая же стометровая, 3000 тонн весит, и ее испытали как раз год назад, без людей, она слетала к Луне, облетела и вернулась на Землю. Да, ракета получилась, но ракета получилась очень дорогая, она одноразовая, как и были раньше, вот Аполлоны все, они одноразовые, и непонятно, как ее будут эксплуатировать, она очень дорогая, и у нас сейчас денег, что-то им зарезали бюджет, вроде бы ракета есть, а насколько часто и вообще будет ли она летать к Луне, непонятно. Ну, выглядит она стандартно, космический корабль, под ним мощный носитель, вот космический корабль, он практически, это новый корабль, он практически не отличается от старого Аполлона, если в старом Аполлоне три человека, в этот с трудом можно запихнуть шестерых, это даже перебор будет, он так на четверых нормально рассчитан, ну, практически такой же, как и был, более современная электроника, вот он в полете на этой самой ракете в ноябре прошлого года, он летал к Луне, вот это уже селфи, вот это уже он сам себя фотографирует, там какая-то откидная солнечная батарея, на ней фотокамера, слетал к Луне, да, Орион неплохо себя показал, там могут без проблем четыре человека размещаться, шестерых, на крайний случай, если спасательная экспедиция, можно шестерых туда воткнуть, но обычно он на четырех рассчитан, конечно, он современный, и уже летая вокруг Луны, он не будет нуждаться в пилоте на борту, можно будет его в автоматическом режиме крутить вокруг Луны, у него панели солнечной батареи, чего не было раньше, он может долго летать вокруг Луны, а все могут, весь экипаж может отправляться на поверхность. В чем отправляться? нужен новый лунный модуль. Картинки есть, а машины пока нет, она не создана, говорят только, что она будет хорошая, большая, капсула на четырех, и в течение месяца четыре человека там смогут жить и работать. Но пока ни одного полета не было, посмотрим, чего получится. Видимо, в этом году, они в конце года ее попробуют испытать. Единственный проект, который хорошо финансируется по Луне, он формально международный, на самом деле почти все деньги американские, это лунная станция, орбитальная лунная станция, ее сейчас создают. Зачем делают орбитальную лунную станцию? Вроде бы непонятно, надо уже на поверхности работать, вокруг Луны мы десятки лет летаем. Но понятно, если вспомнить, что следующая цель для полета человека это Марс. и на борту вот этой станции можно отработать полет на Марс. Полет на Марс длится очень долго, до 9 месяцев, 8-9 месяцев. Это не 3 дня к Луне слетать, совсем другие проблемы. И тут можно людей сюда отправить, от Земли далеко, помочь никто не может, и вот попробуйте там полгодика, годик самостоятельно все чинить, здоровье поддерживать. Это интересно, это такая хорошая будет тренировка, вообще проверка. И радиационная там обстановка совсем не такая, как вблизи Земли. Те, кто летают сейчас на МКС, у них более мягкая радиация вблизи Земли, там магнитное поле их прикрывает и так далее. А тут все, открытый космос и радиация более жесткая. Так что, наверное, это имеет смысл, и она будет сделана, и она будет работать. Посмотрим, как и когда. И тут китайцы вдруг начали 10 лет назад активно исследовать Луну. Впервые посадили в 13-м году на видимой стороне Луны свой посадочный аппарат без проблем с первого раза. С него съехал луноходик китайский, съехал, проехал несколько десятков метров, сломался и застыл. Мы тогда тоже хихикнули и сказали, ну, что вы хотите? Китайский. Ну, правда, он стоял, работал, но ехать уже не мог. У него там георадар интересный, он прозванивает недры, но колесики сломались. Прошло несколько лет. Китайцы решили сесть на обратной стороне Луны. Для этого нужно было наладить связь с Землей обратной стороны Луны. Они запустили спутник связи, который висит над Луной и видит обратную сторону и Землю и может ретранслировать сигнал. И он там еще висит и работает. После этого они опустили на обратной стороне Луны свой посадочный модуль. С него съехал это начало 19-го года. 19-го. С него съехал второй луноходик китайский и до сих пор бегает по Луне. Вот это примерно такой же темп эволюции в космонавтике у китайцев как у нас был когда-то в конце 50-х. Очень быстро исправляют свои ошибки и добиваются результата. Работает машинка. Она недалеко уехала, но она же не гоночная машина, но исследования проводят очень интересные. Китайцы же в 20-м году отправили к Луне вот такую связку. Эта часть отделилась, видите, ноги у нее опустилась на поверхность Луны, пробурила, взяла пробы грунта, запечатала вот в эту штуку, эта штука взлетела на орбиту вокруг Луны, перегрузила грунт вот в эту капсулу, ну, как в этот космический аппаратик маленький, и он отправился к Земле. Это было сделано впервые. Вот такая многоходовка удалась китайцам с первого раза. Так что они вполне сейчас встроились в такую современную космонавтику без всяких скидок. Они умеют это делать. Будут ли на Луне когда-нибудь туристы? Наверняка будут. Ничего в этом особенного нет. На МКС летают туристы. Сегодня билет на МКС, чтобы неделю там прожить на орбите, стоит примерно где-то 70-80 миллионов долларов. Я так прикинул, полет на Луну на несколько дней с возвращением на Землю будет где-то 150-180 миллионов долларов стоить, что для многих увлеченных людей это нормальные деньги. Надо как-то придумать им там гостиницы. Проекты есть. Есть проекты. Главное в гостинице это уберечь людей от радиации. Кислород, температура, это все элементарно. Но радиация на поверхности Луны значительная. Одни предлагают закрывать толстым слоем лунного грунта эти самые алюминиевые или, может, надувные сооружения, чтобы лунный грунт, метр, полтора грунта, это уже защита определенная. Наверное, это будет неплохой вариант, но мне кажется, лучший вариант, и мы сейчас думаем об этом, это использовать лунные пещеры. Есть пещеры на Луне, мы их с орбиты видим, входы в них видим, мы предполагаем, что там как-то это в стороны расходится, ну, как обычно в пещерах отходы, и недавно сделали расчет, какая там температура. Да, под поверхностью Луны холодно, на экваторе вот самые-самые последние расчеты, минус 25, наверное, даже ближе к минус 30, но сюда же попадает в дневное время солнечный свет, он нагревает часть этого колодца, и она потом тепло разбрасывает, сделает расчет, вот результат трехмерного хорошего расчета, и оказалось, что там, ну, тут, конечно, нагревается и охлаждается, а в входах, если вот туннели ведут от этого колодца в сторону, там ровная температура плюс 17, каждый бы хотел, да, при такой температуре жить, нормально, совершенно нормально, и вы под грунтом на глубине нескольких метров защищены от радиации, в общем, это идеальный первый вариант для лунной гостиницы, и, конечно, они будут использоваться в первую очередь. Что у нас? У нас Роскосмос, он рисует картинки, и нет, и делает серию новых аппаратов, которые номерами своими продолжают советские, последний советский летал Луна-24, в 76-м году, теперь вот Луна-25, 6, 7 и так далее. Задачи у них интересные, цель Южный полюс Луны, где с орбиты мы уже, кстати, мы, тут я с полным основанием говорю, наши приборы, сделанные в Москве в Институте космических исследований, продлетают они на чужих спутниках, на индийских и американских, они разведали залежи водяного льда, нащупали их там, под грунтом, но теперь надо все-таки тронуть их руками, посмотреть, так ли это. Ну, вот, Луна-25 была первой ласточкой, хороший, современный аппарат, на самом деле, долго его делали, но делали его люди без опыта космических зондов, создания космических зондов. новое поколение, молодые инженеры, стариков уже не осталось там на предприятии имени Лавочкина, где их делают, ну, что-то сделали, долго его, значит, доводили до ума, наконец, вот, два месяца назад запустили, но тут была гонка, опять лунная гонка, теперь же мы с индийцами гнались. Индия собиралась впервые на Южный полюс посадить аппарат, и мы собирались, и речь шла буквально даже не о днях, а о часах, кто первым посадит. Мы полетели вдогонку к индийскому, но индийский там по сложной орбите шел, мы прямо, и мы долетели на пару дней раньше, но разбились. Вот кратер, видите, не было кратера, появился кратер, это мы стукнулись своей Луной 25 по Луне, такой 10-метрового размера кратер. Ну, обидно, конечно, хотя понимаешь, что первый блин часто бывает комом, и когда полвека не занимался этим, вообще ни одного аппарата отечественного никуда не летало за пределы Земли, там далеко к другим планетам, и даже к Луне, ну, тут всякое может быть, вот оно и получилось. Причина, ну, мы на днях в неземном подкасте, наверное, некоторые смотрят, это вот мои рассказы об астрономии, мы это дело обсуждали, обсуждали, основываясь на том, что нам Роскосмос дал, какие факты. Правду он сказал или нет, некоторые сомневаются, но если правду, ошибка была совершенно плевая. А когда аппарат идет к Луне, он включает тормозной двигатель, надо вовремя его выключить. Так вот, для этого нужно, чтобы компьютер понял, насколько сильно затормозился аппарат. Для этого есть там измеритель скорости, акселерометра. Когда вы едете на автомобиле и нажимаете тормоз, вас кидает вперед. Вот потому, как вас кинуло вперед, вы понимаете, как сильно автомобиль изменил свою скорость. Вот этот прибор не смог передать свою информацию в компьютер, управляющий полетом этого корабля. Это ошибка программистов. Чистая ошибка программистов, которые этот компьютер снабжали программами. Непонятно, почему такое. Но, надо сказать правду, такие ошибки были и у американских программистов, и у индийских. Предыдущий индийский аппарат тоже разбился три года назад. А нынешний, вот у индийцев Чандраян-3, незамысловатый такой посадочная платформа, с нее съехал маленький луноходик. Все прошло без проблем. И они теперь этим гордятся. Я поздравил своих индийских коллег, и даже у меня студенты у меня учили, сейчас работают в этой программе. Приятно было, что они это сделали. Вот так сидит их посадочный аппарат на Луне, сфотографированный луноходиком. Но и он, и луноходик не пережили лунную ночь. Они замерзли и не проснулись в сентябре. То есть тут тоже индийцы не все могут, но сажать они теперь могут. Ну и Илон Маск. Он обещает нам большую ракету, Starship, на который люди будут летать куда угодно, в том числе на Луну, на Марс и так далее. Первое испытание Starship было весной, недалеко улетел, взорвался, но это первое испытание. В этом году, вероятно, в конце нынешнего года будет второе испытание, это гигантская ракета, больше, чем Сатурн-5 когда-то был. И, наверное, Илон Маск ее доведет до ума, и тогда люди будут летать на Луну и на Марс. Вот книжка, которая, может быть, вам будет интересна. Тут мы собрали все про экспедиции на Луну, про исследование Луны, телескоп, в общем, я попытался тут все скомпоновать и вышло недавно четвертое издание, там все новые вещи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...